В Тверской области отступают морозы после февральских праздничных выходных. Днём уже не будет минусовых температур. Только в ночные часы ожидаются уже небольшие заморозки. Весна не за горами. Поплывём или нет? Этим вопросом задалась наша съёмочная группа. Что говорят синоптики? Ответ услышите в следующем материале. Этой зимой высота сугробов в нашей полосе поражает всё воображение. Давайте ради интереса замерим, какая глубина сугробов под конец зимы. Сантиметр шёл далеко вниз. Итого 67 сантиметров. И это значительно выше нормы. Конечно, замер у нас относительный, ведь сделан не в идеальных условиях. Насыпные сугробы и того выше, где-то в два раза. В частном секторе высота практически с человеческий рост. Между тем, в Гидромедцентре России посчитали, какой высоты достигли сугробы в городах Тверской области после минувшего обильного снегопада. Так, в Твери высота сугробов теперь составляет 64 сантиметра. Впервые за долгое время в феврале отмечается глубина снега выше 60 сантиметров. Но самые большие сугробы в Красном холме. Там их высота достигла 71 сантиметра. В Кашине 66, в Максатихе 59. А это значит, что когда придёт отепель, всё это начнёт стремительно таять и может привести к достаточно сильному половодью. С опаской говорят синоптики. Высота снега больше нормы. В некоторых районах вообще почти в два раза. Вместо, допустим, 35 сантиметров у них там 70 и так далее. Ну, самый большой снежный покров у нас на территории области, на северо-востоке. Уровни высокие, выше нормы. Запас воды в снеге большой. В Твери рыбака потопит это однозначно. Сразу даже без прогнозов могу сказать. Ландшафтный парк, к сожалению, тоже. Потому что он находится в подпоре реки Волги. И малейший подъём уровня. И плюс снег, который там лежит, его же там никто не чистит. Конечно, это пока очень предварительная информация. Официальный прогноз иноптики составят в конце марта. Тем не менее, не стоит забывать, что на территории региона расположено свыше 800 рек, 1769 озёр, 13 крупных водохранилищ. В 2024 году, по данным МЧС, существует риск подтопления населённых пунктов в Бельском, Жарковском, Западнодвинском, Киморском, Максатихинском, Осташковском, Пеновском и Торопецком округах, а также дачных участков в Калининском округе.